Ковер Б, да, на центральный ковер, Давид Баев и Исланбек Аразбеков, Казахстан. Одна четвертая, здесь уже выход, полуфинал. Полуфинал уже, мы все ближе к полуфиналам, по-моему практически, хотя нет, да, есть еще одна восьмая, в 61, да, я так понимаю, а во всех остальных весах у нас уже одна четвертая. Скоро мы узнаем имена полуфиналистов, которые в вечерней программе будут, все-таки у нас будет, я так понимаю, перерыв, да? Ну, я думаю, минимальный. По трем коврам, мне кажется, достаточно сейчас быстро все пойдет, четвертьфинал уже все, тогда там мы имена полуфиналистов узнаем, у нас сегодня не утешительных ничего нету. Да, утешительные все схватки будут завтра и после них начинаются финалы. Финалы. Травма, да, видимо. Да, что-то повредило. Изначально уже хотели фейс-то фейс сделать, фейс-то 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 отменили, фейс-то 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 будет чуть другая. Да. Я буду вызывать, а ты будешь такие мини-интервью брать. А, ну, хорошо. Вот такого плана. Кто еще не знает, кто смотрит, финалисты тоже, когда будем вызвать финалистов, тоже такое, какая конференция будет. Интересно, так, подготовя сцену. Сцену. Разбеков две схватки выиграл. А Давид, по-моему, одну, да? Да. Разбеков начал со стати квалификации. Да, Давид одну выиграл, уверенно. Чет данной встречи открыт 1-0. Давид Баев повел минимальный счет. Ищет, ищет первым номером работает Давид Баев. Тридцать секунд, тридцать секунд остается. Тоже судья призывает активнее действовать. О, хорошо, хорошо поймал. Четыре балла есть со стойки. Как поймал. Так, пытается работать в партере Давид Баев. Все, первый период, наверное, уже закончится с таким счетом. Пойдут на перерыв. 30 секунд буду тренерского штаба там восстановить спортсменов. Советы, план на второй период дать. Вот здесь как хорошо подловил. Вот на повторе прям четко видно. Так, начнем второго периода. На Разбекову надо тоже что-то пробовать. К5-0 Давида Баева все устраивает. Есть отрыв. Здесь будет интересно. Взвержение. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Килограмов 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 На ковре Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Килограмов Субтитры делал DimaTorzok 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 Уже в защиту глухой ушел Фигуреев и пока Эдуард вообще найти не может, сложно. Полторы минуты, делим Ханахи из Риева. В принципе все устраивает, есть отрыв. Хороший. От Эдуарда надо, конечно, попробовать. Вначале он прям так хорошо напирать начал. Какой-нибудь заготовочку, коронный прием попробовать сделать уже. Последние 35 секунд остается. Бородцы 5-0. Уже, конечно, соперники оба подустали к концу схватки. Проход в ноги. Эдуард, надо попробовать 5 баллов. Два балла есть. Да, сейчас надо катить, надо катить. Ух ты! Последние секунды. Да, все, свисток. И Зелимхан у нас выходит в полуфинал. В своей категории до 120. Вот я в преддверии схватки Курбан-Ширайф, Албана-Вакумов. Алакумов две схватки так технически выиграл, да? В Мирном и Виктору Рассадина ему удалось выиграть. Что думаешь, тягаться будет он с чемпионом Европы? Ну, тягаться в любом случае придется, но, конечно, сложно предсказывать и говорить. Все-таки, да, Курбан-Ширайф не просто чемпион Европы и на России. Он каждый год, по-моему, медали берет сейчас. Да, да. Пока ты не стал призером России, наверное, говорить громко не стоит, да? Надо посмотреть схватку. Главное, нам не пропустить схватку. Да, нам ковер Б надо сейчас. Обзор Закуев вышел на ковер. Да, Талга-Цирбас. Давайте на центральный ковер с ковер Б. Да, международная схватка. Казахстан. А потом, кстати, Николай Сивцев и Тимур Бежоев выйдут. Ну, мы успеваем в любом случае. Ну, да, постараться надо, потому что там еще Артур Найфонов против Али Мансури и Зирана будут бороться. Да, ну, мы к нам надо, кстати, выбирать, потому что было бы интересно мне посмотреть, кстати, ну, сам Мехтиханов, я, я в Белолюбске, в малом 10-махте. В четвертый финал залетом, да, это тоже. Ну, вот Игулан Иванов, Анир Чамзин тоже, 50-й, Копылов Чебодаев тоже. Но мы все, конечно, не сможем показать, но... Еще раз повторимся, что при желании можете посмотреть все три ковра, включить их, чтобы потом к нам нареканий не было, да? Да, чтобы претензий не было, всегда есть альтернатива, это Ютуб-канал 3-го. Параллельно просто включить, мы со звуком рассказываем какой-то ковер, а вы можете другие ковры включить, в то же время следить. Юлиан Григорьев против Ахмеда Идрисова тоже выйдет. Тоже интереснейшая схватка. Кежик Мангуш, Миргун Керенки. Да, у нас, ну, Азор Закуев и Сурбас начали в таком прям энергичном, активном ключе бороться, в активном очень. Оп, все, там у нас совсем молодой парень, видимо, да, Денис Славом Тахтаровым бой дает, 2-3. Последние секунды тоже, видимо. Это молодой совсем Виктор Яковлев. 61 килограмма. И тоже трибуны у нас взрываются. Кстати, солнышко появилось у нас. Так, выталкивает за ковер Сурбас, Анзора Закуева. Да, доработал, доработал. Толгат, Сырбас. Казахстан. Счет равный пока один, да? Да. Параллельно Расул Гамзата выходит у нас. Да, я все-таки настаиваю на том, что нам надо будет, наверное, посмотреть Мусу Мехтиханова и Айала Белолюбского после этой схватки на ковре А. Да, ну и Курбан Шираева мы тоже должны не пропустить с Албаном Авакуовым. Да, вот эти обязательно, что надо посмотреть. Да, Албан хорошо показал двух схваток. И после схватки, если мы успеем, Мусу Мехтиханова и Айала Белолюбского, наверное, Артура Найфунова с иранцем можно, да? Или же Уйгулана Иванова с Амиром Чанзином тоже. Да, все схватки, конечно. Здесь очень много интересных схваток. Курбан Шираев и Албана Вакумов. Это то, что мы обязательно посмотрим. Ну и, конечно, и Виктор Рассадин сразу после этой схватки. Да, Виктор Рассадин сразу. С Мохаммедом Бахши. Хороший, кстати, Виктор и Иран, и хороший Армянин попался. Следом сразу иранец. Да, такая сетка интересная. А потом в полуфинале уже... А представь, если бы они сразу с Албаном Авакумовым встретились, Виктор, к примеру, да? Виктор выиграл бы, ну и что тогда, да? В Албана две встречи не было бы тогда интересной. А, кстати, вот Цирбаста, он ведет у нас 2-1 счет после первого периода. Да, Ростой тоже парень. Анзор Закуев относительно недавно в эту третье соревнование, его в этой весовой категории, да, в этом весе. Чемпионат России, Кубок Содружества и вот сейчас международный турнир Коркина, Дмитрия Петровича, третий соревнование. И два раза, причем он проиграл и на России, и на Кубке Содружества Тимуру Бежоеву, своему земляку. И сейчас они опять в одной сетке идут. Да. Прям я им это рассказал, на самом деле, чуть раньше увидел взвешивание, чуть-то подрастроились. Да, второй период. Вот здесь наплевает, наплевает. Взор за хуев. Четыре балла бросок. Пять-два. Без четырех баллов пока не уходит, да, по-моему, в каждой схватке. В той схватке даже дважды четыре, да. Безomet rinHA. Без четырех баллов. 5-2-2 минуты, практически бороться. Да, здорово сейчас, да, сконтрил. Прошел ногу и вытолкнул. Атаковал-то его соперник. Но Сербас, конечно, попроще будет, чем Анзор. Технично борется во втором периоде. Анзор. Минута остается. Да, Сербас тоже очень много сил потратил в первом периоде. И во втором, видно, выкладывается. Ну, хорошо, защищается Анзор, все видит. Да, после этой схватки перейдем на ковер А. Там Рамис Гамзатов уступает пока своему сопернику из Монголии, кстати. 0-1, да. А потом у самих Теханов я уделаю. Пускай уйдут. В сгубре А. Смотрим. Схватки. Субтитры сделал DimaTorzok. да еще добирает баллы обзор за клуб остается 10 на 11 секунд до конца 8-2 поздравляем ну сильно выложился кстати по золин уже оказывается совсем и персона мы думали что финалы да это работает на ковре международную встречу обслуживает мы на ковер а переходим сейчас ты посмотри как начинает как действует спортсмен из монголии против рамиза гамзатова 4-2 уже ведет сравнялся вроде да его соперник рамиз сейчас уже монгол ведет и минута 15 всего там остается бы хорошо сейчас для посмотреть на ковер а да вот вот перед вами рамиз гамзатов он в красном и хочет не любом кардин и среди минут остается надо включаться рамиды чемпион россии кстати рамид сочи до стола на чемпионом 30 секунд остается рамиз надо что-то делать надо искать брешь до 2 балла все выход вперед равном счете 17 кузь молодой монгол бой дал менее 17 тысячи и последние секунды спорте стенка на стенку он же с алексеем боролся по словам да все на концовка важно распределить силы концовку выиграл молодец при равном счете 44 но по последнему действию за сам тоже качает головой что непростая схватка да да непростая может чем-то недоволен тоже своей борьбе будет полуфинал ну а сейчас мы посмотрим да сумме тиханова и айала пена любского интересно будет посмотреть на этом за ковре на ковре а а кстати но тут почему но мы не будем сейчас дергаться до переходить с ковра ковр давай дает давайте этот вот схватку все-таки посмотрим успеет надо успеть до схватки между шираевым и абакумов посмотреть сейчас борцы что пораньше вышли все они в центре ковра давайте за этой схваткой посмотрим начинается схватка белолюбский такой уж опытный да относительно дошли тоже в лидерах выходит ну в лидерах выходит ну в лидерах сборная республики в этом весе 50 си по балла за зарабатывает мало а 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 тем временем на центральном ковре у нас николай сивцев и пути выиграть и мороби но его 4 1 1 период завершился там я м наи всегда на каком-то турнире бывают такие камбэки или какие то молодое дарование когда уходят перерод заявляет о себе и вызывает уже фирма нашего его и а лбона баку мало на коверцах давай на коверце переключился а если посада берет 3-0 Попараллельно будем рассказывать, что происходит на других коврах. Да, режиссеру попросим, чтобы на коверце тоже. Да, Вакумов хороший. И Ширайев. Здесь тоже очень интересно, конечно, схватка идет. 2-0. Да, может даже Б посмотрим, успеем. Давайте посмотрим. Ну, как режиссер выберет, так и посмотрим. Давайте. С ковер. Может, Б сейчас тоже посмотрим чуток. Да, там 2 минуты всего остается. Опять 2 выигрывает Николай Сирсов, Тимура Безуева. Отыгрывается Тимур Безуев. Да, Безуев уже 6. Да, не успели мы все-таки, да, к этой схватке. И Бедер все-таки забирает свое. Две минуты еще тут бороться. А нам на коверце потом перейдем. Но пока еще там нет, да, схватки? Нет, уже сейчас висок. Да, вышли. На коверце просим, да, все-таки переместиться. Курбан Шираев и Албана Бакумов. Кривесная схватка. Да, Албана Бакумов две уже схватки провел. Две технически выиграл. Курбан одну выиграл. Тоже уверенно. Да, помимо встречи, также Курбан Шираев является спортсменом борцовского клуба «Искра». Но Курбан первым номером работает. Да, сразу здесь тоже один технический, физический сильный борец. Ну, для Албана Бакумова такое тоже испытание. Опыт, испытание будет в любом случае такого титулого на спортсмена пройти. Я думаю, сейчас и за схваткой наблюдает его тренер Махмуд Идрисович. И директор клуба «Искры» Руслан. Да, засчитывает 30 секунд Албанов. Активнее действует, центр Ковраз занимает. Да, забирает два балла. Есть два балла. Еще за активностью сейчас, да, один балл. 3-0 ведет Курбан Шираев. Да, пытается собрать с Крестной. Не распускает. 3-0, в принципе, счет открыт. Один за активность и тайм получил. И два полноценно балла забрал. Сделал посадку в партер. Да, не дотянул Севцев. Тимур Гужоев выигрывает. Да, 8-5. Интересная схватка была. Да, 3-0 здесь на 40 секунд быстро пролетело. Первый период летит. Шираев атакует. Снова перевод хочет уйти. Да, два балла здесь. Да, два балла здесь. 5-0 ведет Джек Бурбан. В хорошей форме тоже подошел. К турниру. Да, уходит сейчас на перерыв. Да, тем временем в схватке между Мехтихановым и Белолюбским. 2-0 счет сохраняется. Вот он перед нами. Это схватка. Последняя минута. Минута 26 еще остается. Очень-очень конкурентная здесь борьба. Очень много эмоций, как мы видим. Никто не хочет уступать. Отдал, да. В первой атаке Аяль-Бутке. Сейчас ему надо отыгрываться. Да, и сейчас последняя минута пойдет. Да, попытка прохода. Уходит здорово Мехтиханов. Проходит сам в ноги. Вытягивается Аяль-Белолюбский. Пытается встать сейчас Мехтиханов. Надо сейчас попробовать. Атаковать. Не получается как-то. Не хорошо защищается. Вот всегда зацепляет. Да, еще и 2 балла сейчас забирает Мехтиханов. Аяль-Бутке. Рабатывает 4-0. Здесь неправильно сейчас, конечно, в завязке сейчас. Попытался атаковать Аяль. Надо было здесь. Да, пытается еще с Крестной взять. Да, берет захват. Очень хорошо убрать. И получается этот прием. Это будет 10-0. Да. 8-0. И еще последний 10-0. Да. Все, 10-0. 12-0. Все. Ковер С. Ковер С. Курбан Шираев, Авакумов. Продолжается борьба. Да, мы на ковер С сейчас перейдем. Вот. Две минуты здесь еще бороться. А потом будет Виктор Рассадин против иранца. Копрунов Кривосадин. На ковре Бена Центральному наш тоже Артур Найфонов против иранца. Да. Но на айфонов 8-0 ведет. Там вот все. Это не Хасан из Дани иранец, конечно. Но молодой, молодой парень сейчас. Посмотрим. Еще атакует Курбан. Да, продолжает. Да, все-таки у него много. Действительно очень-очень хороших форме подошел. Сначала до, с самого начала, да, такой прессинг. Да, с самого начала прессинг. И в принципе в таком ключе действует Курбан Шираев. Вот. Да, Курбан Шираев. Вот его преимущество. Он умеет удерживать счет. Вот минимальный, даже если счет он взял. Он умеет его. Да, защита у него отличная. Он даже вот некоторым соперникам очень неудобный. Вот он, если взял даже баллы в начале, то он может удержать. Он уже, да, очень у него сложно отыграть баллы. Одно из вот таких преимуществ. Ну, ни в коем случае там нельзя раздаривать баллы. Потом будет очень тяжело их забрать. 30 секунд остается. 30 секунд. Да, ищет захват Албан. Очень косит. Да. Курбан, конечно, здесь здорово контролирует. Да, физически сильный. Все контролирует. Все. Да, поздравляем мы Курбана Шираева с победой. Поздравляем спортивный клуб Борцовский, спортивный клуб «Искра». Выходит в полуфинал. Да, в полуфинале. И сейчас его пара или Виктор Рассадин. Или Махамед Бокши, да? Да, Бокши. Да, уже через схваток сколько остается у нас? Да, еще через 5-6 схваток мы узнаем имена всех полуфиналистов. Чуть побольше 7-8 схваток на других коврах. Мы узнаем имена всех полуфиналистов. Уже будет небольшой перерыв. Так, у нас во сколько начинаются полуфиналы? 18, да? 18.00 у нас полуфинала, так что будет время у нас чуть-чуть передохнуть. Я думаю, что где-то час. Да. Смотри, как начинают и ранить, контролировать. Полминуты все прошло, успели. Пока все так вот в шунгах, да? Да, в шунгах пока еще присматриваются друг к другу. Выход все-таки в полуфинал есть. Время тоже дух отвести, передохнуть, настроиться на схватку. Ну, Виктора, конечно, знают тоже. Думаю, и тренер иранцев тоже знает фамилию Рассадина. Кто в борьбе, конечно, знают, да? И, видимо, тренер настраивал, да, чтобы, да, вот так вот не давало ему спокойно атаковать, чтобы не проходил в ноги, да, Виктор. Пока удается удерживать под шунгами, но активити тайм, от него никуда не денешься. Виктор сейчас рассчитывают. Конечно, первым номером работает Виктор, пытается его атаковать. Виктор с эфирами больше, вот, с шунгами защищается. Здесь решить его возможности, да, вот, быстро провести атаку. Все время встречает его, да, вот. Да, еще сам идет, да, дальше продолжает атаковать. Виктор Асагин идет вонолый, скрестный, подхватил, хорошо. Уже 5-0, да. 5-0, а срывается, срывается захват. Интересные, кстати, сватки получаются у Виктора Асагин, таки международные, да, с астралами борются Армения, Иран. Карусло, да, да, пытается растянуть, растяжку сделать, плотно подгружал ногу. Иранис немножко, наверное, невдоумение. 2 секунды до окончания трехминутки. Виктор пока уверенно ведет с одной атаки взял 5 баллов. Проход в ноги от иранца. Защищает пока Виктор. Уходит, уходит. Сол за ковер или нет? А, да, иранисусол за ковер. 6-0. Да, 6-0. Все, наперед. Хорошее начало. Счет 6-0. Своими чуть дух перевести. Вот. 70 килограмм. В Таджикистане, в принципе, один соперник есть у Виктора Асагин. Это Мустафо Ахмедов. В Воле тоже просоверки тренируется. В Дагестане, да? Да. Да, попробовал, конечно, иранец, сделал швунги. Такие уже грубоватые. Виктор сразу на такую провокацию не повелся. Тоже ответил сразу. Виктор, ну, смотри, не ранее сдачу делает прям такие. Почти удар, да? Да. Видно. Виктор опытный уже знает такие моменты. Да. Значит, грязно, да, пытался баловать? Да, да, да. Виктор физически тоже сильный прям. Ну, Виктор здесь, конечно, пытается техникой забрать лучше, красиво. Здорово. Да, контролирует все. Иранец реально в недоумении. Вот такой счет, он, конечно, иран рассчитывал на большее. Здесь Виктор Асагин ни одного балла не будет взять. Кстати, наш минус Уэллит сейчас выигрывает Дмитрий Зайнединова со счетом 6-2. Да. Который первую схватку на туше. На туше, да. Сделал бросок еще на промокашку. Вот это да. Дмитрий Зайнединова, нашего счастливчика. Айгулан Иванов проигрывает Амиру Чамжину 4-2. И последние 30 минутам. Так, у нас продолжается борьба. Полторы минуты бороться. А еще во втором перегине, но балл не было взято. Да, Ивгулан сейчас выходит за спину Амиру Чамжину. И надо два балла брать сейчас. Да, посадил. Это я про другой ковер, но тут все-таки эмоции, они есть. Ивгулан Иванов на последних секундах может сейчас выйти в полуфинал. Весит от 27 килограммов. Да, остается там 4 секунды, около 4 секунд. В схватке с Амниром Чамжином. Интересно. Да, выходит. В полуфинал. Первый полуфиналист из Якутии. Иванов 57 килограммов. Ну и Виктор Рассадин сейчас близок к выходу. Вторым он выйдет по очереди. Он ничего не дает. В принципе, иранец пытается. Но все видит Виктор Рассадин. Чего его устраивает. Виктор уже опытный борец, конечно. Что, да? Провокации тоже не проканают. Парень много повидал. В хорошем настроении. Да. Молодец. Что приветствует зритель. Вторая победа Виктор Рассадиной. Выходит в полуфинал. Сейчас очень интересная, кстати, Алексей Копылов и бросковый борец. У нас Артур Чабадаев. Да, надо ковер А сейчас, да. А вот мы смотрим, да, какой Гулан. На повторе мы видим, да, как Гулан Иванов на последних секундах. Да, 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 вот повтор. Взял два балла. Да, здесь он сравнял счет 4-4. Ключили повтор. Да, нашли повтор. Показать. Да, вот, отыгрывается. Вот это важно, бороться на последние секунды. Вот. Концовка. Важна концовка. Молодец, да. Да, да, конечно. Порадовал болельщиков. Да, на ковер нам надо все-таки посмотреть. Там уже идет схватка. Очень серьезная схватка. Чебадаев. Здесь такая прям... Да, выжать за подняться Алёша. Да, хорошо придерживает Артур Чебадаев тоже ногу. Да, есть два балла. Два балла есть, есть, есть. Это чистые два балла, да. Но и один балл отдаются к Кернику. Да, 2-1. Алексей Копылов. Работает здорово Чебадаев пока. Хорошая схватка. На ковре С два якутянина тоже сражаются за выход в полуфинал. Дмитрий Зайнудинов все-таки забрал. Забрал, да, 6-6. Вот это да. Он умеет в концовку забирать, Дмитрий. Молодец. Характер борцовский, да. Так, на ковре С у нас Копрунов и Кривошапкин. Два борца из Якутии за выход в полуфинал тоже. Я так понимаю, Арсадин выходит на Курбан Шираева, а Копрунов если выиграет. Или на Загир Шахиева, или на Кирилла Корнеева. А вот, кстати, Загир Шахиев и Кирилл Корнеев очень интересные. У Кирилла все шансы. Да, я тоже согласен, что все шансы. Но все-таки внимание на ковер А сейчас. Это тоже за выход в полуфинал. Да, здесь 57 тоже интересно. Муслим Мехтиханов против Андрея Медловеца, молодого парня. Давай, давай, давай. Юлиан Григорьев, Ахмед Игрисов. Да, и Кежик Монгуш, Нюргун Терентьев, это 61. Мончаро Ильинов, Денислан Тохтаров. Песня Кизриев, Кенчагов, Пасинов. Это уже 25. Пока 2-1. 30 секунд остается, да, вот. Четверсиев, в самом начале. Огонь, да? Да, тоже везде прям. В полуфинала вообще будет бомба. Ух ты, проход в ноги. Алексей, кстати, да, есть 2 балла, есть опасное положение. Да, дается у меня 2 балла, все верно. 4-1. И продолжает Алексей Набров. О, что будет на бой, Чебодай вашей? Здорово. Крестный, что ли? Не, вроде успел, успел он накатить. Нет, имеется в виду, там нарушение кого-то усмотрел, он говорит, то ли что-то подвернул. А, не дал дальше дорабатывать, да? А этот-то куда? А, засчитали, что 6-1, да? Да. Будет рассматривать. Да, рассматривает. Да, я думаю, все было честно, справедливо. Забрал 2 балла, сделал накат. Ну, Алеша, вот, буквально на днях, да, в... Мне кажется, ему еще и победа в Екатеринбурге, да, вот что-то дала, вот прям уверенности добавила. На самом деле, уверенно он здесь идет. Это был международный фестиваль студенческого спорта. Да, в Екатеринбурге в этом году должен был состояться универсиада всемирная, да? Ну, в связи с санкциями и так далее, у нас переименовали фестиваль студенческого спорта, по многим видам спорта, в том числе по вольной борьбе, до 23-х, по-моему. До 23-х, да. До 70 килограммов ведут в красном трехов, представитель команды республики Сахари Кутия, Константин Капрунов. Спортсмену 24 года. Капрунов, кстати, в первом периоде 2-0 идет. Надо ему, да, выходить в полуфинал. Наверное, ну да, Корнеев, Корнеев, серьезно. В сериях его металом зарубится они. Очень уверенно в своей схватке он выиграл тоже. А очень много зрителей у нас, думаю, да, и полуфиналы у нас будут очень горячие. Если много из Якутии будет борцов тоже, думаю, трибуны будут просто забиты тоже. А завтра просто я жду аншлаг здесь вечером, да, на финала. Я думаю... Презентация полуфиналов, она сегодня или завтра будет? Презентация полуфиналов, полуфинальных пар? Нет, только финалы будут завтра, да, утром взвешиваем. То, что вот мы, я тебе говорил, интервью плюс вызов, это все завтра утром будет, да? Смотри, Алексей на самом деле продолжает. Правильная методика, нельзя ни в коем случае расслабляться. Против такого тоже броскового борца, который будет все равно искать где-то брешь в обороне у Алексея. Надо продолжать навязывать свою борьбу. Да, все правильно, все правильно говоришь. Здесь ни в коем случае не надо там уходить на защиту или что-то... Да, чуть расслабишься, если ты видишь, что у тебя получается, да, хорошо получается бороться в атаке. Надо продолжать. Это уже вот такой известный, скажем так, место, да, потому что очень часто вот спортсмены, когда уходят в защиту, они в итоге прыгают. Еще опыта, нет, здесь отзащищался Артур. Ну, неплохо, неплохо, Алеша сейчас, да. Такое, да, и правильно именно в тактическом плане, что не уходит он на защиту, выдумывает что-то, а просто борется так, как может. Ну, еще бороться много-много, да? Да, еще полторы минуты, все, как мы вели 4-1, все-таки там два балла, которые убрали, да, 6-1 после челленджа, то есть они выиграли на челлендж. Ну, проход много, видите, да, уже вот 3-4, все, минуту 10 остается. Надо работать сейчас в защите. Или по пару будет накрыть, да, 5-4, последняя минута, сейчас листов будет. Да, вот, ну, все уже перевернулось, как же, вот тут Чабадаев выигрывает. Казалось, что уже вот оно, да, ряда. Капрунов выходит у нас, идёт дальше. Да, Капрунов выигрывает. А там уже, да, Корнеев и Шахи же. Сейчас 30 секунд досмотрим, и нам нужен будет ковёр С. На ковёр С поведём после этой схватки, да? Согласен. Ещё берём 2 балла. А, ещё 2 балла. 7-4, 20 секунд остается до окончания. Да, Артур, конечно, очень здорово здесь выступает. И, конечно, характер показал вот во втором периоде. Да, 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 да. 2 балла есть, а нет, свисток был отсюда. Какой свисток-то? Вот почему он дал сесток, я не очень понимаю. Да, 2 балла есть у нас, да. 11 секунд. А, это замечание ещё есть. Да, 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 за выход, ну, за убегание, избегание схватки, да? 6 секунд остается. А, не дали, вроде, 4-7, да. Да, да, да. А, чем-то, да, всё держит. Да, здесь А4 Чебадаев. Артур Чебадаев выходит в полуфинал. Лисовая категория до 57 килограммов. Так, ну, а нас начинает борьбу Загир Шахиев, чемпион Европы, чемпион мира. Да, на коверце мы перейдём. Коверце. Узнаем имя соперника, да? Да, Константина Капрунова. Константина Капрунова сейчас в полуфинале. Кирилл Корнеев или Загир Шахиев? На коверце. Ну, да, сейчас камера. Да. На коверце. Здесь тем временем Кирилл Корнеев берёт 2 балла и ещё 2 балла делает на К4-0. Что мы и говорили, да? Да, Кирилл очень такой, с каждым турниром набирает, набирает, со всеми лидерами очень прям вот проигрывает с минимальным счётом. Весь Загиру, да, будет очень тяжело, конечно. Кемеровчанин, Кирилл Корнеев. Кузбасс. Ну, там тоже большой внимание сейчас уделяет и развитие вольной борьбы, да? Проводят и турнир. Кемерово, да? И борцы у них появляются. Вот один из них, Кирилл Корнеев. 4-0. Да, 2 минуты пролетело, последняя минута первого периода остаётся. Показать за герцогиев, ничего не может сделать. Мощник тоже парень Кирилл. Да, продёргивать всё время, что он будет. 20 секунд, я думаю, уже здесь форсировать события не будут, уйдут на перерыв с таким счётом. Да. Всё, восстанавливает Кирилла. Загира Шахиева секундирует Курбан Шираев. Который уже ждёт полуфинал, да? Да. Очень серьёзный тоже был. Но у Виктора Асадина есть шанс взять матч-реванш. Малик Шеваев выигрывает, идёт дальше. Молодец, Кабардино-Балкария хорошо выступает. И Анзор Закуев, и Тимур Бижоев, и Малик Шеваев. Малик Шевев. Малик Шев. Загир Шахи 2 балла берет, есть 2 балла. Да, и бороться-то еще 3 минуты, да? Времени много, действительно. И сейчас пытается работать Загир. Здорово сейчас. Да, и может на туши сейчас положить? Да, делает удержание. Фиксация сейчас второй лопатки будет. Все, да? Да, на туши. Загир Шахи в полуфинале. Да. Чемпион мира есть чемпион мира, да? Вот это да. Сейчас повторы тоже надо посмотреть. В принципе, как мы приугадывали, что Загир Шахиев, Константин Капренов и Виктор Рассадин, Курбан Шараев. Такие у нас полуфинальные схватки в 70 килограмм. Вот смотрим, да? Можно переключиться ковер. Перев Корнеев. Интересная схватка здесь. Хайбула Гульмагомедов и Аманулла Гульмагомедов. Аманулла, кстати, выиграл Артура Найфонова на чемпионате России. Ковер Б, да? Центральный. Да. Так, Activity Time зарабатывает. Хайбула, смотри, первый период зарабатывает, активнее действует. Хайбула тоже удивил на чемпионате России. Малика Шаваева прошел с таким хорошим счетом. Да, спортсмены друг друга знают. Счет открыт в данной встрече. За Activity Time минимальный счет. Посмотрим, Аманулла в какой форме. Время подходит к концу первого периода. Пока счет 1-0 в пользу Хайбулы Магомедова. Третий. Время подходит к концу первого агента России. Считывая аналитика России. Это матрица Голова. Считывая аналитика, самая в этом месте. 30 секунд на восстановление. Физически хайбула, физически очень сильный. А теперь хайбуле дают пассив. У него 30 секунд сделать активное действие или уже счет будет равный 1-1 и по последнему действию Аманула Гаджи Магомедов поведет. Оба воспитанники дагестанской школы, да? Да. Ставрополь и Дагестан. Очень много борцов из Ставрополя тоже выступает, да, дагестанских борцов. В том числе Гуль Магомедов. 86 килограмм. После этой схватки на этом ковре будут схватки в 65. Все четыре схватки за выход в полуфинал в этом весе, да? Да, смотри. Громыко и Эзир Тюлюш, Гаджимурат Амаров Кежик Чимба, Джулусхан Тотонов Республика Саха Якутия и Артур Баттиев Татарстан, Абрахам Аллахи Иран и Владислав Койко Беларусь. Да, Юлиан Григорьев еще будет у нас. Да, Юлиан сейчас борется и Ахмед Идритов выигрывает, да. Наверное, на ковер мы потом перейдем, потому что там же будет схватка еще одного якутского борца Нергуна Терентьева с Кежиком Мангушем из Иркутска, да? За выход в полуфинал весит до 61 килограмма. А сейчас Юлиан Григорьев с Сибрисовым за выход в полуфинал последняя схватка весит до 57 килограммов идет, да? Здесь пока 30 секунд у нас остается, досмотрим и на ковер перейдем. Да, 30 секунд, надо какое-то активное действие делать Хайбуле, надо что-то искать. Да, потом две схватки посмотрим и перейдем на... Весь минут в таком темпе они пассивно провели, без действий. Ох, был шанс вытолкнуть за ковер, конечно. Все видит Аманула. Аманула Гаджи Магомедов в полуфинале, да? Да. Все здорово. Защищал. Да, ну не надо, наверное. Эмоционально, да, конечно. Обидно. Да, при равном счете, конечно, два балла за активити тайк. Вот оно что решило. Кому вперед дали, да? Да. Еще и хуже. Вроде ты в начале действовал активнее. Но равные, равные борцы. И здесь буквально мелочи могут решить исход поединка. А мы на ковер перейдем. Там Идрисов выигрывает 4-0 Юлиана Григорьева. Ну и там несколько тоже интересных схваток с участием якутских борцов тоже будут. Да, вот здесь мы видим 6-0 уже Идрисов. Ну и завершается первый период. 6-0 Ахмед Идрисов ведет уверенно. А потом в 61 будут схватки. Да, 61 тоже интересные. Здесь и Денислам Тахтаров против Вашего. Мончарь Ильянов. Ну и Кежик Монгуш. Югун Терентьев тоже. Интересно будет посмотреть. Ну и все ближе мы к полуфинальным нашим схваткам. Там уже 20 схваток. Я не знаю в каком формате будет. В формате двух ковров Айб. Айб. А тогда у нас будет очень много схваток. Там 20. Утого по 10 на каждом. Тоже где-то часа полтора наверное. Тогда будет 6. Если не больше. Да. Здесь вот Меда Идрисова конечно да. все под его диктовку идет. Все время показывает проход ноги. Все время раздергивает. проходит в ноги. Юлиан. А надо попытаться взять хотя бы балл. Это вот дорогого стоит у таких мастеров конечно. Да. Чтоб не сухая была. Чтоб хотя бы. 6.02 минуты. 11 секунд. Физически покрепче выглядит Ахмед Идрисов. Видим. Руки-ноги сильнее. Ну наверное его можно назвать вторым номером после Гуева. Да. Тоже одним из. Это точно даст. Да. С начином. Да. Ну последний раз он Артему Габаеву проиграл. Но у него была температура. У Идрисова. Да. Он вышел бороться с температурой. Ну там. Надо точно у него уточнить. Конкуренция там высочайшая 57. Ну как всегда да. В России одна из самых конкурентных лицевых категорий. Восемной. Дальше два балла берет. Очень мощно действует. Да. Забегает еще за спину. Надо сделать посадку. И чистая техническая победа. И выход в полуфинал. Да. 10-0. Да. Чистая победа Идрисова. На коврице уже последняя схватка идет. А Юр Немаев. Я так понимаю. Ну там. Да. Круговая. Система. 92. А 97 килограммов. А сейчас у нас начнется весовая категория до 61 килограмма. Кешик Монгуш и Нюргун Терентьев. Терентьев, Матмонгуш. Терентьев тоже в центре ковра. Спасибо. 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 25 секунд остается еще в первом периоде. Первый период завершается. 30 секунд у спортсменов. Восстановиться, послушать тренерское наставление и включиться. Во второй период выложится 3 минуты на 100%. Будет время. Полуфинал сейчас выходит. Будет время восстановиться. Где-то полтора часа перерыв будет до 18.00. Тем временем Эзир Телюшин выходит тоже в полуфинал, да? Да. Полуфинал выходит. Так, я хотел посмотреть Эзир Телюшин. С кем по сетке идет. Очень интересно. Да, проход в ноги от Неркуна Терентьева. Надо постараться взять балл. Сетка идет сетки. А лучше 2. Так. Ну, как-то... Сложно пока дается. Если он выкручивает прям ногу, то он выкручивает прям. Свисток. Не смел, да? Да, не смел, хорошо защищался Кежик. Уже сам Кежик проходит в ногу. Здесь пока еще нет, но здесь уже 2 балла. 5-2 уже. Очень такой, да, своеобразная техника у этого парня. Да, может в любой момент самоке в атаку. И как защитился сейчас тоже. Показывает такой вид, да, борьбы пассивный. Потом резко раз делает атаку. Очень интересно борется, конечно, этот парень. Вроде как-то не ожидает, что и вдруг на тебе, да? И сейчас, как уверенно, забрал свои баллы тоже. И ведет уже к такому серьезному разрыву в 3 балла. Здесь уже как минимум надо бросок сильный. Или 2, 2 атаки на 2. Не так просто сделать. Тем более последние минуты сейчас пойдет. Да, парень из Иркутска. Сейчас близок к тому, чтобы... Да, как здорово сейчас пытался атаку провести Кежик. Уже понимает, что лучшая борьба это атака. Уже попытался удивить соперника. Защищался Нергун Терентьев. Но это ему... 40 секунд. Время тает. Терентьеву надо включиться. Надо попробовать что-то сделать. Слишком однообразно сейчас атакует. Читает все Кежик Мангош. Включает он уже и шлунги. Понимает, что надо уже на последних секундах. И все средства, что называется, хорошо, да? Да, да, да. Поджимает. Попытался, да, Кежик Мангош сделать. Но есть еще время. Надо до конца. Надо, конечно, до конца. 10 секунд остается. Очень нельзя. Вот такой, да, очень неудобный борец, да? Мангош Кежик. 5-2. Выходит полуфинал Кежик Мангош. И своя категория до 61-го килограмма. Нам на ковер Бэбет. Хорошая схватка Гаджи, Мурат Амаров и Кежик Чимба. Ну, и Кутянин, наверное, посмотрим последнего. Или лучше Татонова посмотрим, да? Да, потом Татонов будет и Атуб Бадиев. Татонов и Ильинов выйдут тоже. Гаржи, Мурат Амаров, Кежик Чимба. Интересно. Да, давайте на ковер Бэбет. В общем, тогда, да. А Степан настаивает все-таки, да. Давайте посмотрим. 4-2 ведет. Победитель этой пары выходит на Изира Телюша, который уже в полуфинале. То есть, я борец. Да, вот сейчас Илья Кежик Чимба. Да, здесь перерыв. 30 секунд. Никита Сучков тоже. Красноярск, да, представляете? Ну, и Илья Кежик Чимба выиграет 4-2. Да, Кежик Чимба. Кежик Чимба. Да, что приехал за поясом. Вот как раз мы встретили про эту, да, встречу? Да, 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 да. Мы в горе встречали мы Кежик Чимба в школе Романа Дмитриева. Хороших соперников проходят. Это один из лидеров здесь, Баджи Мурат Амара. Минута пролетела, счет такой же. 4-2. Да, минута 40 остается. Пока Чимба, пока Чимба, два балла, все еще сохраняет этот счет. Раз, другом два балла, 4-2. Да, полторы минуты, полторы минуты. Надо Гаджи Мурату тоже искать. Искать какие-то атаки, пробовать. Да, балл дают. Гаджи Мурату, да? Да, за то, что два раза делал замечание ему. Хватает пальцы, да, 4-3 становится счет. Желтая карточка у Кежика Чимбы. Да, именно. Прихватывает пальцы. Вот опять. Сейчас второй еще предупредили. Напирает, напирает. Амаров, да? Да. Ну, последние минута, 50 секунд с лишним. Да, хорошо разворачивается Кежик Чимба. Остается 45 секунд второго периода. Кто выйдет у нас в полуфинал, кто попадет на Эзира Телюша. Даже может такой Тувинский полуфинал создается. Да, кстати. Кежик Чимба и Эзир Телюш. И один из туинцев тогда выйдет в финал, да, получается. 30 секунд остается, но Гаджи Мурат сейчас пойдет вот так. 100% будет рисковать, даже если произойдет с большим счетом. Ищет захват. Просто так не кидается, видите, да, все-таки мастер видно, да. А зачем это сейчас? Время-то завершается. Да. Ну, да. Да. Все. 4-3. Кежик Чимба. Да, Тувинский. У нас полуфинал. И в любом случае мы увидим Тувинца в финале в такой весовой категории конкурентной. Мощно. Мощно. Время потерял, 9 секунд было. Да. Артур Бадиев, Джулустан, Татанов, можно посмотреть. Да, да, сейчас надо посмотреть, да. Артур Бадиев, Татарстан. И параллельный зачет тоже у него идет Северная Осетия, Ланя. Вместе тренируются в дружбе с Нюргюн Сергиным. Да, Артур Бадиев перед вами. Сборная региона, он не представляет Татарстан. Ну, и Джулустан Татанов. Джулустана Татанова, наверное, видели, он проиграл на чемпионате России. Олимпийцу, 65, дагестанцу. Джумурат Рашидову. Да, Рашидову. Причем такой разрыв был небольшой. До этого выиграл он две схватки. То есть три неплохо на самом деле себя показал. Рашидов потом проиграл, поэтому вытешительных ему не довелось побороться. Но показал, что он в неплохой форме. Надеемся, что и здесь он покажет себя с лучшей стороны. Тоже воспитанник Сунтарской школы вольной борьбы. Джулустан Татанов. А, кстати, Манчарий Ленинов ведет, как говорится, встреча 2-0. Последняя минута там идет на ковре. А, с Денисламом Тахтаровым. Там завязка. Заходит за спину его соперник. И берет 2 балла. А нет, пока еще нет. Пока нет придерживаться. Да, там вообще 2 балла. Да, последние секунды. 40 секунд. Он остается. Поворотся. Валидольные танцовки. Здесь пока счет не открыт. Здесь у нас Татанов Батиев. Да, остается 15 секунд. 2-2 по последнему действию на ковре. На ковре. А, выигрывает Денислам Тахтаров. Последняя секунда. И попытка сейчас выйти за спину. Держит ногу его. Да, Денислам Тахтаров. Ах, да. Это была тоже. Татанову сейчас 30 секунд отсчитывают здесь. Да, 125 килограмм. Сейчас тоже интересные схватки. Места опасенных. Сослан Хинчагов. Денислам Тахтаров. Медики оказали помощь кровит Дзулускану. Все нормально. И продолжается наша схватка. 30 секунд отсчитывается Дзулускану. Да, восстанавливают Джулустана Татонова. Неудачное начало для него. Компионы. Компионы. Продолжение следует... Также секундирует, судит Алексей Базулин. Балл сейчас Батееву. И 40 секунд до окончания первого отрезка. Да, время чуть потрачено на восстановление было, но пока минимальный счет. В тройку вошел Артур Батеев на Кубке Сотружества. Из-за сети, да? Да, да. Из-за сети. Говорил Сергеевич Игнатьев. Секундирует. Секундирует. Кто ново? Секундирует. Секундирует. 1-0 все еще счет видимо первый период так и завершится таким счетом да уйдут на перерыв а у нас после этой схватки только одна схватка остается и на том и на другом ковре до другом ковре сослан хинчагов и остап посинок на интересная схватка можно будет переключиться посмотреть здесь аллахи иранец и владислав койко белоруссия на кровоточить все нос у джулу стана то она не могут остановить кровь так второй период решающий период за выход в полуфинал это уже борьба за медали да если выйдешь в полуфинал то уже будет бороться как минимум за бронзу очень высока цена такой победы сейчас минимальный счет пока 0-1 пользу артура за активити тайм забрал он один балл особо никаких активных действий борцов не было да они как-то в схожей манере еще оба борются да и поэтому сложно как-то выделить кого-то в это тату ну потом еще раз за защиту это тоже 3 до 5 у него кровоточек лишь попросили протереть от крови и опять восстановить ему это конечно мешает да вот темп борьбы анзор хизрию кстати 50 ведет в борьбе с виталием песняком из беларуси лиза к выходу 2 следующая стоп да нам решил подсказывать что это будет завершающая схватка нашего утреннего дневного эфира мы до прервемся и уже подсоединиться только к полуфиналом они начнутся у нас 1800 это время не надо это заключить надо хоть пообедать типа время будет до полтора часа где то есть заключительная схватка две минуты остается до счет 20 2 балла за активити тайм заработал артур по ряда и опять кровит схватка чуть не пошла для джил устана татанова 1 получил рассечение носа и кровоточит и никак не могут остановить кровь время есть еще надо время работать 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 конца очень спокойный таким выглядит дадил станта то нет ощущения что он проигрывает такой спокойный мы конечно такой спокойствие иногда наверное помогает но когда надо включаться уже не на 100 на 200 процентов да вот сейчас такой момент момент наступил когда остается только минута с лишним тем более что разрыв то на самом деле такой большой глобаль вага манина конечно надо тратила и все два балла тем более здесь баллы балда если два балла берет тот же станут вырывается вперед по качеству оценки последняя минута поддержать бежать борцов еще один еще есть выталкивается ковер не готова сложнее гораздо сложнее опять как же что говорили до схожей манере они похожи борются такие за счет такой мощи и наверно физически и самые морского и ребята 20 секунд все время тает надо прям рисковать надо пробовать какие-то броски сделать хотя бы захват искать а не развивать до 10 секунд примета это очень прям на глазах все надо было раньше включаться время немного был что-то примут не пошла но и да дорогие друзья нас ждут самое главное это сегодня да сегодня у нас нас ждут полуфинальные до 18 00 начинается полуфинальные схватки ну и по круговой я вот сейчас не знаю да как там будут идти схватки без а где круговая система и так далее да будет а там по кругам каждый с каждым сейчас уже тоже выяснится уже в принципе полуфинальные схватки тоже последний то есть буду встречи ну да последний решающий выход уже будет до уважаемые телезрители уважаемые любители спорта спасибо вам за внимание ждем вас уже через полтора часа также в эфире наших телеканалов и вид на youtube стрима youtube триумф у нас вот возможность приходите в живу на полуфинальные схватки ну и также на wrestling tv есть все три ковра а бойцы мы прорываемся с вами на паузу 18 00 нас полуфинальные схватки до встречи до встречи субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова